Добрый день, я приветствую всех зрителей телеканала Универ ТВ и с радостью представляю своего сегодняшнего собеседника, ну что тут сказать, академик Ренадзинурч Сагдеев, это имя, которое не требует никаких дополнительных комментариев, но говорить мы с вами сегодня будем, может быть, в меньшей степени о той науке, которой вы занимаетесь, и больше о том, что это сопровождает, вот некая инфраструктура того, как люди готовятся в этой жизни, большие науки, к большим знаниям приходят, о том, как они в этой жизни могут состояться, а почему часто не могут состояться, что вообще происходит вокруг. К сожалению, бывает очень редко у нас возможностей узнать мнение тех людей, которые прошли очень достойно этот большой жизненный цикл и имеют право, что называется, свысока говорить свое мнение по поводу вот тех спорных вопросов, которые общество сегодня очень волнует. Ну, кстати, если позвольте, я все-таки вот начал бы с Ральдзинурча, вот как он сейчас? Ну, вы знаете же, сейчас это пандемия, он почти два года он сидел в Вашингтоне, хотя до этого он проводил половину времени в Азербайджане, он там создает лабораторию, его пригласил лично президент Азербайджана, и половину времени в Штатах. Ну, пандемия застала его в Штатах, и вот он два года сидел, но недавно он вакцинировался файзером, два укола, да, прошел все безболезненно, без проблем, и сейчас он уже выходит. А вот не обидно немножко, да, так много связывает с Советским Союзом, с Россией, с Татарстаном, само собой, да, а президент Азербайджана предложил создать лабораторию. Как вот так случилось-то? Ну, первая причина, просто ему там, карт-бланш, такое предложение, то есть создайте лабораторию, любые условия, вот он сейчас подбирает там коллектив. Потом у него хороший друг Пашаев, знаете, он там ректор университета авиационного, и он отец первой леди, поэтому они там общаются в президентской семье. Я там два-три раза был, и вот все время в президентской семье мы там общались. То есть все-таки вот для того, чтобы наука развивалась динамично, большая наука, мы все-таки о ней говорим, очень важна политическая воля, да? Воля и деньги нужны. Деньги, очевидно. Но бывает деньги есть, а политической воли нет. Вот в данном случае все-таки так, да? Ну, мы будем надеяться, что эта пандемия как-то все равно пойдет на спад, и мы сможем еще все вместе уйти. Нет, он вообще мне говорил, что у него есть планы обязательно приехать не просто в России, а именно в Татрастан, в Казань. Это у него первая точка, куда он хочет приехать. Вот теперь давайте про Казань. Прямо от малого к большому пойдем в этой жизни, как вы ее проходили. Вы ведь из Казани родом. Да, я казанский. Если брат у вас по рождению из Москвы, да, в детстве переехал сюда, вы уже казанский. Вы здесь в какой школе учились? Я учился в 86-й школе. В 96-й школе. Это вот здесь вот в центре, прям совсем рядом. Да, на Строцковой. А как получилось, что вот у вас одинаково возник интерес к таким сложнейшим наукам? Смотрите, физика, химия. И потом дальше ведь вы как-то разошлись. Да, я думаю... Отвечал за, в частности, за образование, за культуру. Был министром культуры. Вот он с нами постоянно беседовал и очень хотел, чтобы мы были учеными. Очень. Поэтому я помню, что когда я учился в школе, я уже, значит, значительно раньше стал студировать уже учебники вузовские. Я был хорошо подготовлен. Также ролик. И отец постоянно... Поэтому, когда ролик получил Ленинскую премию, вы знаете, Ленинская премия по положению давалась один раз в жизни. Ее нельзя было получить два. Ну, просто для зрителей поясним, что когда вы говорите ролик, вы... Да, Ральд Венурович, мой старший брат, он получил Ленинскую премию. Вы так трепетно называете вообще тоже выдающегося академика, одного из выдающихся советских академиков. Да, это была высшая награда, советская Ленинская премия. Она по положению прислуживалась один раз в жизни. Не взял его повторно получить. Через два года я получил Ленинскую премию за работу в области физической химии. И отец, помню, он очень говорил, что вот только один раз в жизни дается, а вот у меня две Ленинские премии. Отец этим очень гордился. Ну, конечно. А вот интересный такой момент, вы сейчас вскользь упомянули, что он был еще министром культуры. Да. У вас отец. А вот я и у Ральдзенур сейчас слышал это. Он вспоминал, что очень много времени в свои студенческие годы проводил в центральных кассах, стремясь послушать Лемешева и так далее. А у вас как с культурой сложилось? Ну, дело в том, что, скажем, наша мама, Фахия Каримовна, она очень любила, она регулярно посещала татарский театр. Она ходила регулярно, и я помню, что ее приглашали ее бывшие ученики. Это ей очень нравилось, там уже они полковники, уже солидные люди. И она регулярно ходила. И потом она играла на пианино и пела песни, татарские песни. А сами вы... Вот эту культурную часть у нас представляла мама в нашей себе. То есть вот тяга к науке, она перенялась от папы. Это отца, да. А вот к культуре... Это мамина. Это вообще вот интересно всегда. Кажется, что это как-то ушло, да, вот это великое. Физики и лирики, да, их споры. Хотя, на самом деле, часто великие физики, великие, скажем, естественно, научные деятели, они прекрасные мастера, в том числе и культуры, и большого искусства. Ну, если говорить о культуре, я когда учил в Казанской университете, я тогда писал стихи какое-то время, я публиковал в нашей газете университетской, да, под псевдонимом «Роман Солнцев». О-о-о. Ну, то есть первые буквы совпадали с моими венециалами. Ну, это было... А сейчас никакой вспомнил? Нет, это было давно. А про что были стихи? Ну, как в молодые годы о любви, отношении к жизни, да. Ну, как-то лирика юношеской поэзии с жизнью потом стыковалась. Конечно, нет, я очень люблю поэзию. Я очень много могу читать, много знаний наизусть. Поэзию я любил и люблю, это традиционно. Ну, сами сказали, много знаний наизусть. Вот что бы сейчас вот могли, вот первое, что на ум приходит? Когда говорят поэзию, какой поэт? Ну, скажем, Пастернак, например. Люблю Пастернак очень, да. Это связано с теми годами, когда он творил и ваше становление шло, да? Да, ну, в частности, вот я был недавно в Елабуге, как раз я там впервые увидел вот этот дом-музей Пастернака. Он там, комната, где он жил, вот эти места, где он гулял, я так это прочувствовал. Там же и Марина Цветаева. Для меня было это откровение. В Елабуге. Теперь вот о тех самых спорах, которые идут в обществе, о которых я упомянул в прелюдии, собственно, по которым высказываются многие, но в меньшей степени те люди, которые имеют на это, что называется, право. Один из них, не зря я со школы начал, касается контроля знаний выпускников школ. В ЕГЭ почти 15 лет, полтора десятка лет идут битвы, что это хорошо или это плохо. Вот ваше отношение к такому виду контроля знаний, потому что есть мнение, что академики Сагдеевы при такой системе больше не рождаются. Ну, мое отношение резко отрицательное к ЕГЭ. Я считаю, что живой контакт его не заменить. Вот смотрите, вот сейчас пандемия, некое сравнение. И сейчас очень много передач и образовательных онлайн. Одно время говорил, как здорово, новый вид, это экономит время и так далее. А вот время показало, что все-таки это онлайн обучение и сильные студенты, это всем не нравится. Не заменить живого общения. А в ЕГЭ это тоже, там никого нет живого общения. Это все как бы, так сказать, отцифровано. Цифровизация, это может, в принципе, полезно, но цифровизация сознания, это как-то поросит. Но это не значит, что мы вот сейчас ЕГЭ под видом борьбы за социальную справедливость, что все имели равный доступ в ВУЗы. На самом деле, целое поколение молодежи лишили будущего. Потому что, ну опять же говорю, академики из них не получатся. Из многих. Потому что вот это штучный товар, как бы. Это надо так искать конкретно. А в системе ЕГЭ ты не увидишь. А как сейчас можно это поправить? Смотрите, власть вот имеет свой аргумент. Он серьезный. Да, надо дать возможность всем на равных в любой ВУЗ страны. С другой стороны, мы видим, что, в общем, какой-то тупик. Чего-то не то. Какой бы вы могли, вы никогда не думали? Вывод. Компромисс. Какой-то выход. Компромисс нужен. Нужна гибридная система. Ну, в частности, вы знаете, что Московский университет, он вот себе, это самое, у него есть право. В ряде случаев он вместо ЕГЭ живые экзамены. То есть, потихоньку, потихоньку, вот такую гибридную систему. И то, и другое. То есть, она все-таки должна вернуться в какой-то форме, та система, которая... Да. Ну, это невозможно сделать вот так, сразу повернуться до 180 градусов. Но постепенно, меняя соотношение, вот дать право, я не знаю, в Казанской университете такого права, наверное, нет. В МГУ есть такое право. Они это уже делают. Ну да, тем более, те люди, которые, возможно, достаточно давно закончили школу, сейчас у них проснулся интерес к науке, к знаниям более высшего порядка, а одних требуют ЕГЭ, которых у них нет. Ну вот Виктор Антонович, он приводил пример на встрече с академиками, такой, значит, они выбрали около 100 человек отличников по ЕГЭ, в основном представителей Кавказа, у них там все отлично было. Вот, и экзамены по математике устроили. 80% написали на двойки. Вот это проверка этой системы ЕГЭ. Теперь про вузы. Опять же, с истории начнем, если позвольте. Как получилось, что два брата, один в Казанский университет, другой в Московский направилось? То есть это был какой-то осознанный выбор, или как-то так случайно получилось? Заканчивали школу вместе в Казани. Да. И дальше как-то вот по вузам пути разошлись. Сейчас скажу, это было интересно. Дело в том, что у меня было время, когда я хотел поступить в Москву. И действительно, дело в том, что экзамены в Тестехе, они раньше начинались, с 1 июля, а здесь с 1 августа. Я в порядке пробы сил, я пытался сдать в Сестех. Я все хорошо сдал, но потом забрал документы и все-таки в Казань поступил. Это просто для меня была такая тренировка. Это было у меня. Я уж не помню, почему я решил в Казань все-таки остановиться. Ну, видимо, были сильны какие-то связи вот с Родиной, я не знаю. Вот про связь с Родиной. Опять же, про споры, которые сегодня идут. Почему-то сложилось такое устойчивое мнение, что зарубежные вузы дают лучшее образование, качественнее, чем то, что могут предложить российские вузы. Это действительно так? Мы действительно так сильно отстаем по качеству? Ну, есть разные вузы. Конечно, есть небольшая группа очень сильных университетов, они действительно объективно сильные. Это и американские, и английские университеты, и Великобритания. Оксфордский университет, я там работал. Там другая система, там просто, например, в Оксфорде соотношение преподавателей к студентам, количественное отношение на другое. Там у каждого преподавателя 5-6 человек. То есть действительно каждый профессор, он работает очень много, у него всего 5 студентов. Над штучным товаром. Да, они готовят штучно. Вот этим отвечают. А у нас поток. Объективные причины есть. Когда открылись двери большого мира, вы чувствовали в какой-то момент ущербность от того, что закончили советский вуз? Нет, совершенно нет. Нет? У нас широкое образование. Это оно в каком-то мере шире образование, чем там. Там, может быть, конкретно где-то глубже, но у нас шире образование. Это тоже очень важно. А вот в этой связи такой тоже спорный. Мы же договорились, что про спорные будем вопросы. А бесспорные и тело обсуждать. Вот сегодня существует... Ну, понятно, другой нет. На нее все ориентируются. Деваться некуда. Так же, как ЕГЭ. Но все-таки существует система ранжирования университетов, рейтингования университетов. Ее разные страны там по-разному интерпретируют. Шанхайские там, КУЭС и так далее. Чуть-чуть свои нюансы приносят. Все-таки, на ваш взгляд, насколько объективны эти рейтинги? Не являются ли они такого рода пирамидой, где Оксфорд обречен всегда быть первым, российские всегда в лучшем случае в конце первой сотни и дальше. И там идет какое-то самонагнетание. Нет, я думаю, что они не очень объективны, это точно. Сейчас целый ряд крупных ученых, иностранных, они выступают против вот этой системы рецензирования, системы публикации ведущих журналов, имеющих большой фактор. Ну, они считают, что это своего рода бизнес стал уже. Это стал уже бизнесом. Это не объективно, а просто на этом делают большие деньги. Поэтому это, конечно, есть в этом. Ну, просто вот действительно ведь, ну, вот пандемия, которую мы вспоминали в связи с известными событиями, людьми, показала, что Россия сегодня имеет 4 целых вакцины от коронавируса, причем номер один изобретена тоже в России. Но ни одного российского медицинского университета в топе нет рейтингом. И вот как оценить качество наших медиков в такой ситуации? Они вроде лучшие, и их вроде нет в топах. Вы знаете, в одном из указов президента, последний, там было написано, что мы должны попасть в первую пятерку ведущих стран мира в области науки. Ну, если говорить о медицинской науке, то мы находимся на 27-м месте, на 27-м мире. Конечно, никаких шансов попасть в пятерку у нас нет. Если к физике и химии, там действительно близко. Там и близко, там действительно мы попадаем. А вот медицина, это настолько далеко. Ну, дело в том, что современная медицина очень дорогостоящая. И современное оборудование, которого у нас в значительной степени нет. И нам тяжело, просто финансово. Там объем финансирования на порядке больше, чем у нас. И вообще медика, вы знаете, медиков в фармацевтический бизнес, он уже по объему больше, чем военно-промышленный комплекс. Опять мы возвращаемся к вашим двум составляющим. Политическая воля и деньги. В данном случае политическая воля есть, но денег не хватает. Денег нет, да. Давайте вернемся к молодости вашей. Вот чем жил молодой студент? Как вот этот вкус к науке у вас развивался, когда вы оказались в стенах университета? Ведь выбор дальше большой, можно и не обязательно наукой заниматься. Я могу начать с момента моей поездки на каникулы после второго года, обучения в Казани. Мне так понравился вот этот дух в Новосибирске, в Академгородке, куда приехали молодые ученые. Вот он на подъеме был. На подъеме из Москвы, это все. И глаза у всех горели, хотели создать совершенно нечто новое в системе образования, в науке. У нас были клубы, известный клуб Бодентегравом, где собирались представители разных специальностей по вечерам. Там были интересные диспуты, споры. Время было неизбываемое. И поэтому я, хотя не собирался, я тут же принял решение остаться в Новосибирске. И перевел те документы. Я даже не вернул в Казани, переводом оформил. И в Новосибирский университет я там доздавал еще экзамены. Там программы были разные. Я, в общем, не жалею. А вот интересно, знаете, что тоже из личного скорее. Вот диспуты, круглые столы, конференции, симпозиумы и так далее. То есть понятно, о чем говорят ученые, когда собираются с целью обсудить те или иные проблемы, задачи, перспективы науки, научных исследований и так далее. О чем говорят, интересно, ученые на кухне, академики? В прямом смысле, кухня, академика. Я приведу пример. Моим первым руководителем был академик Воеводский. Выдающийся физико-химик. Он умер в 49 лет, будучи академиком, герой соцтруда и так далее. Он много работал. Я там был студентом. У меня с ним три статьи опубликованы. Он постоянно выезжал на конференции, за рубеж. И каждый раз он приглашал к себе в коттедж студентов, сотрудников. Он рассказывал о поездке за границу, о науке, просто посещении музеев. Показывал фотографии известных картин. Это было очень интересно. Он организовал клуб межнаучных контактов. Он приглашал биологов, чтобы мы знали о биологии. Философов, математиков. Очень интересно было. Он с нами работал. Действительно интересно. Опять тема культуры. Да, да. Вот такой межнаучный. Это было. Это присутствовало. А вот вы сказали, было. А сейчас вы собираетесь со своими коллегами. Наверное, не только проблемы химии, физики. Ну да. Что еще? Уже в другой форме. Так что он приглашал лично к тебе. Это ушло. Что-то такое открытое, личное. Да. А кстати, вы когда первый раз сами побывали за рубежом? Первый раз? Первый раз. Это была такая форма поездок, которая называлась научный туризм. Молодежный. Я был в Австрии. Мы проехали на автобусе по всей стране. Потом, значит, у меня была поездка уже первая серьезная в Англию по линии British Council. Они оплачивали эту поездку. Но очень мало денег. Там 80 фунтов в месяц. Мне нужно было тратить на метро каждый день по 2 фунта. Просто на метро. Там довольно дорогое метро. Денег было катастрофически мало. И вот там я похудел на 7 килограмм. И после этого я решил, что никогда не поеду на границу. Хотя поездка была интересная. Ну а потом, значит, интересно. После этого мне попалось в Соединенные Штаты на 6 месяцев. Там была уже выставка Сибирь научная. Это была интересная поездка. В уникальных городах. Сан-Антонио. Новый Орлеан. Я там видел впервые. Ну а потом уже это все довольно часто было. А вот это желание, которое сегодня живет во многих, не только ученых, вообще молодых головах, обязательно куда-то уехать за границу. Остаться там? Да. Никогда не было. Никогда не было. Нет, никогда. Это большая любовь к родине или что-то другое? Не знаю, это слишком высокопарно говорить. Ну да. Ну никакого желания. Вот посещать, я очень люблю разные страны, да. Но жить, но здесь же наша среда. Здесь наши все связи. И родственные, и дружеские. Это наша... И атмосфера вся. Нет, это наша экосистема здесь, где мы родились. А почему же, на ваш взгляд, так много молодых людей сегодня, обучающихся в наших вузах, причем даже обучающихся бесплатно, то есть бюджетников так называемых, да, с такой завистью смотрят на зарубежье? Вот я не слышу таких ноток, когда рассказывают про 60-е, 70-е годы. А вот сейчас как-то это... Не скажешь, что массу, но много. Ну, я думаю, вот это патриотизм, но только вот такой, не показной патриотизм. Он все-таки был выше, наверное, был. А потом мы все-таки более сильно вжились, врослись в нашу систему, в наши ценности. Наше поколение нынешнее, оно все-таки не так тесно, как, видимо, связано. Вот про зарубежье и пиар, или не пиар, вот это я хочу вас как раз узнать. Вот Илон Маск, с вашей точки зрения, это большой пиар и промо науки? Или это действительно какое-то новое лицо науки в 21 веке? Ну, я думаю, это какой-то аналог Тесла, Никола Тесла. Он, конечно, человек талантливый, очевидно. И не сомневаюсь, что он талантливый. А вообще, если говорить широко о наших людях, которые за границей живут, знаете же, это хороший афоризм. Тем, кому на Руси жить хорошо, те давно живут за границей. Это известно. Хорошо. Я его как шутка воспринимаю. Хорошо. Ну, раз уж мы про международные дела начали, то есть вот был период, ну, то, что называли железный занавес, и какие-то дозированные контакты шли с зарубежными партнерами. Потом вот этот момент открытости, безграничной открытости, тоже не очень понятно, все ли было хорошо в этом. Вот сейчас, с вашей точки зрения, не происходит ли некая деградация международных взаимоотношений, в том числе и в области науки? Очевидно, происходит. И чем это нам грозит? Вот, значит, конкретный пример приведу. Когда санкции коснулись уже науки фундаментальной. Вот наш институт катализа сибирского отделения попал под санкции. То есть попал в санкционный список. Ну, потому что у них есть связи с нефтяными компаниями, с газовыми компаниями, переработка нефти и газа. И чем это им грозит? Все оборудование, даже уже закупленное, американское оборудование, они сейчас не могут даже запчасти, материалы какие-то, все. Все перекрыто. Так что это на самом деле очень-очень серьезно. Если этот список будет расширяться, то есть нам будет сложно покупать. К сожалению, пока у нас все-таки передовое оборудование пока импортное. Мы, конечно, импортозамещение там сейчас начинаем это делать. В некоторых направлениях это неплохо, но в целом, конечно, пока еще далеко. Поэтому сейчас ситуация очень нехорошая. Если будет так дальше это развиваться. А потом еще, извините, во всяких там органах международных, руководстве, руководящими составами, тоже как-то уже заметно стараются наших там не привлекать. Это видно. То есть даже в науке это уже видно. Про это тоже вот как раз и хотел уточнить. А голос, собственно, ученых-то он сейчас слышен вообще? Или политики его совсем задавили? Потому что если ты хороший ученый, мне кажется, что ты должен выступать изнутри как-то против того, что происходит. Ну, пока, к счастью, все-таки на уровне нормальных ученых связи остаются. Научные, личные связи пока это остается. Но уже вот в таких структурах, где более бюрократических, там руководство таких представительных организаций, там уже заметно. Заметно оттесняет наших представителей. Почему вот про голос ученых еще говорю, кто как не они имеет право, собственно, на этот самый голос? Вот опять же, вспоминая и вашего брата, когда он рассказывал, скажем, о том, как интеллигентно, деликатно ушел от подписания, скажем, письма осуждающего Сахарова. В ряду с такими учеными, как Гинсбург, Зельдович. И как-то их голос был слышен. Они не шумели, не кричали, не бегали с лозунгами, но это был четкий сигнал того, что думают ученые по поводу того, в котором страна заинтересована более чем. А потом были же помни, что происходит в политике. И сейчас есть ПГОшское движение и другие, которые, собственно, инициированы учеными. И ученые там... представляют все эти движения. Раньше это тоже были очень активны. Вот Раль тоже участвовал в руководстве ПГОшского движения. Сейчас это не столь активно. Ну, потому что общие ситуации в мире есть. Изоляция, стремление к изоляции России, оно же есть. То есть это все-таки сказывается? Сказывается, конечно, сказывается. Сказать, что мы тут живем по-прежнему спокойно? Нет. Благоденствуем? То есть сравнить с... Я опять к чему? Вот 60-е, 70-е годы мы сейчас вспоминали. Это ведь тоже не самые открытые времена советской науки по отношению к мировой и наоборот. Но вот сравнить эти времена можно? Или сейчас как-то ситуация имеет специфику свою? Хуже, лучше? Нет, есть, конечно, своя специфика, но... Но не могу сказать, что тут лучше. Нет, я бы так не сказал. Как ни странно, мир стал более открытый посредством высоких технологий, IT-технологий, и при этом мир как-то стал сильнее закрываться какими-то своими фрагментами и частями. Ну, тем не менее, все-таки связи между учеными сохраняются нормально. Вот, скажем, мой институт, Международный томографический центр, у нас был объявлен конкурс по мегапроектам. Приглашаются ведущие ученые западные, дается довольно приличная сумма, там, на 3-5 лет, создается этот временный коллектив. И вот мы сейчас выиграли, уже не первый раз к нам приезжает ведущие ученые западные. Но обычно это те, кто близко перед пенсией там, там же довольно жесткие ограничения по возрасту. Но все равно это активно работающие ученые. То есть, никто не отказывается, к нам приезжают. Раз уж мы в университете, мы начали, я, конечно, тут часть моей вина перескочил, уж очень хотелось уточнить некоторые детали по ходу разговора. Ну, вот университеты, испытав такое давление, которое вот пандемия, да, произвела вообще на весь мир, в частности на образовательное пространство. Университеты, находящиеся под давлением там где-то санкции, там какие-то странные рейтинги, там какие-то еще особенности. Причем нагнетается еще параллельно волна на усиление всяких цифровых курсов, образовательных программ, которые понемногу обо всем и в неопределенную среду. Вот в этой ситуации университет будущего, вы как видите, он все-таки сохранится как классическая площадка общения преподавателей и группы студентов. Большой, маленькой, но группы студентов, живых. Или мы стоим у порога большой радикальной трансформации и скоро всего этого, ну, может, не на нашей жизни, но не будет. Ну, мне казалось бы, что вот элитарные, даучные, образовательные университеты элитарные, они должны работать по принципу, чтобы на каждого преподавателя было не так много студентов. Вот вы произнесли слово термин элитарный. Вот, как бы сказать, деликатно, чтобы никого не обидеть у экрана, про бесплатный сыр, который только у мышеловки, да, означает ли это, что все-таки образование — это слишком дорогое, дорогая инвестиция? И нам надо готовиться к тому, чтобы, вот, чем лучше и качественнее ты его хочешь получить, тем больше нужно затрат инвестиционных вливаний в то, чтобы это образование было. Конечно. Ну, я пример приведу... Оно не может быть таким дешевым, как оно в России сегодня. Конечно. Вот пример приведу из жизни уже Советского Союза. Вот в нашем сибирском отделении у нас проводились такие, значит, каждый год Олимпиады. Они, значит, наши люди выезжали там в деревни, какие-то там районные центры, выискивали талантовых людей, приглашали в физмат-школы, и они потом жили с отрывом от семьи, учились у нас. И вот они почти все потом попадали уже в университет в Новосибирске. Вот этот процесс происходил. Это фактически вот самых способных выявляли, с ними работали предметно. И они все там потом... Многие из них, выпускники физмат-школы, у нас стали академиками, членами академиков, ченкорами. Но все-таки вот такое массовое, поголовное, высшее образование, это не самое лучшее. Нет, ну... На цели... Ну, это для разных целей. Массовое тоже должно быть. Все-таки мы должны в массе быть уровень все-таки образования приличного. Просто для уровня. Для эрудиции какой-то внутренней. Для эрудиции какой-то, да. Я много чего знаю про химию, да. Но я вовсе не собираюсь в этой химии состояться. Но настоящих специалистов готовить надо в небольшом... Все-таки это уже отдельный процесс. Надо работать так. Вот это правильное соотношение будет. Спасибо. Ну и еще, наверное, в завершении. Давайте попробуем закольцуем. Мы упомянули, как перенес ваш брат этот тяжелый год. Полтора года почти. А как вы сами пережили-то? Сейчас скажу, было тяжело. Дело в том, что пандемия меня достала в Москве. Дело в том, что я же в Москве бываю сейчас чаще, чем в Новосибирске. Поскольку я являюсь заместителем председателя Сибирского отделения Академии наук. Я отвечаю за связь в Москве. С правительством, с министерством и так далее. С Академией наук, центральной частью. И поэтому, значит, я там остался во время этой пандемии. Ну и потом мне все-таки не миновал ковид. Я заболел. Я пытался дома лечить, самолечение. Я думал, просто бронхит какой-то там тривиальный. Но мои друзья, медики, они меня заставили. Потом в какой-то момент я понял, что я уже не справляюсь. Меня поместили в ведущую клинику ФМБА. Федеральное медико-логическое агентство в Москве. Очень хорошего врача, професс. Значит, он один из ведущих у нас пульмонологов в России. И удачно было, потому что у меня намечался цитокиновый шторм. Вы слышали это? Да, конечно. Самое опасное. За сутки человек умирает. Ну, нашли моноклональные антитела. Да, как травм полечили. За два дня меня поставили на ноги. И потом я просто долечил за еще четыре дня так. Уже нормально себя чувствовал. Но сейчас у меня много антител. Я их контролирую. А, вы отслеживаете это? Да, каждый месяц отслеживаю. Уровень не падает. Уже семь месяцев. Он на одном уровне стоит. Поэтому сейчас мне вакцинация не нужна пока. А вот по поводу вакцинации. Заметьте, раз вы уж это упомянули термин. Почему мы же все вроде образованная страна и так этим гордимся. Почему такое большое количество людей вдруг обнаружилось в стране, которые, а, не верят вакцинации. Которые не хотят. Которые активно еще агитируют против. И это в стране-то, где, как я уже говорил, целых четыре вакцины. То есть колеснее не хочу, да, что называется. И вдруг одни из самых низких темпов вакцинации. Как так случилось? Что в головах? Темпы низкие. Даже если были желающие, у нас объем производства значительно ниже, чем на Западе. Поэтому даже если сейчас все бы захотели, все равно это заняло бы довольно много времени произвести такое количество вакцин. У нас все-таки вот эта медико-форматическая промышленность, она, конечно, значительно слабее, чем в ведущих странах. Такие объемы нам непосильные. Это первое. Второе, ну, недавно было всегда не президентом Академии наук, обслужали эту проблему. Как все-таки людей заинтересовать вот этой вакцинацией? Ну, значит, сказано было так, что вот международные эксперты предлагают такие способы. Во-первых, первое – это страх. Страх всегда эффективен. Страх. Надо объяснять, что там урешь или какие-то серьезные заболевания. Это первое. Второе – бонусы. То есть то, что называется мотивация. Мотивация, да. Никто мотивацию не отменял. Да, надо мотивировать. Без мотивации дополнительно ничего не будет. Ну, и, наверное, все-таки надо стремиться к тому, чтобы голос авторитетных ученых, людей по-настоящему авторитетных, звучал громче, чем голос без всяких обид, представителей шоу-бизнеса или каких-то, ну, скажем так, более легких жанров. Все-таки пандемия показала сейчас, что роль науки сейчас возросла. Сейчас народ более уважительно относится к науке. Науки должны становиться вновь лидерами общественного мнения. Да, да. Это положительный эффект этой пандемии. Отношение к науке сейчас меняется. Да. И, кстати, год объявлен науке и технологии. Впервые на моей памяти точные. Вот что только не было. Год кино, год театр, год телевидения, год чего угодно. Ну, вот науку как-то обходили, вспомнили, внушаются. Это что? Я думаю, что наш сегодняшний разговор тоже маленький шаг был к тому, чтобы голос людей науки возвращался в общую струю лидеров общественного мнения и реально звучал как авторитетный, потому что он такой и есть. Звучал громко и его слышали как можно большее число и зрителей, и читателей. Спасибо вам. Ну, в заключении хочу сказать, мне очень приятно находиться в стенах моего родного университета, потому что это какое-то возвращение в молодость, в юность. Я это вот ощущаю физически. Поэтому... А с вашей точки зрения он изменился сильно? Очень сильно. Университет, я же наблюдаю со стороны, так довольно активно наблюдаю, и то, что сделано за последние десятилетия при новом ректоре, это, конечно, новое дыхание университета. Это совершенно другая инфраструктура, совершенно другое оборудование, другие практикумы. Теперь, наконец, медицина вернулась в классический университет. Этого не было. Инженерные науки вернулись в классический университет. Педагогика вернулась сюда. Сейчас вы готовите учителей, исследователей нового уровня совсем. Более того, они по тем самым рейтингам в первые сотни. Да, так что столько изменений положительных, я могу много об этом говорить, но поэтому у вас такая новая эпоха в нашем университете. В науке бы не бывает, и все-таки, вот если бы вы сейчас заканчивали школу, вы бы рассматривали Казанский университет как серьезную площадку для своего дальнейшего образования? Конечно, конечно. Сейчас это очень серьезный, по многим показателям, лучше передовых университетов страны, по многим. Спасибо. И надеюсь на новые встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.